Продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Мы говорим сегодня о налоговой профилактике, как в Кирове обеляют бизнес от незаконных налоговых схем. Еще раз, это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». У нас смена состава. Да, если мы в первой половине говорили о том, как это происходило по Зерну, то сейчас мы меняем тему «Новый разворот». И у нас в гостях по-прежнему Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. И присоединился к нам Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Человек новый в Кире, но не новый в отрасли, потому что он до этого возглавлял такое же министерство в соседней республике Мариел. Ну, не такое же новое, сто дней прошло. Ну, в общем, все равно. Здравствуйте. Добрый день. Давайте по лесу. Итак, на самом деле мне хотелось бы начать с темы, которую мы пропустили. Началось это все со стройки. И первые подобные механизмы по поиску рисковых бизнесов с возмещением НДС, они проходили по строительной сфере. Это было еще в 2015 году. И на территории области тогда, вот я просто вчера посмотрел информацию, точнее в 2016 году крупный строительный холм ЧОС плюс КА не смог оспорить в апелляции касации доначисления налогов, пении штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. Тогда массово, я так понимаю, строители смотрели, начисляли там, где были подозрения. И в настоящий момент, наверное, строительная сфера стала чуть белее, чище. Ну, понятно, что компания КЧОС сейчас в процедуре банкротства, но я думаю, что это не связано с налогами. Это вопрос Дениса Смехова. Да, Денис Александрович, вот насколько этот первый опыт был позитивным? Ну, результаты Вы уже озвучили, то есть сколько, какие риски были выявлены и какая сумма поступила дополнительно в бюджет. Да, хочу сразу сказать, что те мероприятия, которые были проведены, эта сумма, которая была оплачена, тут нет взаимосвязи с тем, что на сегодняшний момент, назову так, крупнейший застройщик, который у нас в области осуществлял свою деятельность, именно связано было с проведением выездной проверки. Еще хочу добавить, что, да, действительно, после такой проверки многие налогоплательщики, которые занимаются в строительной сфере, они уточнили свои налоговые обязательства. И эффект от этого мероприятия, которое мы провели, то есть проверки, он достаточно высокий. То есть уточнение составило порядка 150 миллионов рублей. Я так понимаю, что за эти 4 года, с 2015 по 2019, когда мы подходим плавно к теме проверок в лесу, и сама технология анализа, она несколько совершенствовалась, изменялась, появилась. В лесу появился ЕГАИС за тот период, да, система учета всех сделок по лесопродукции, по пиломатериалам и так далее. То есть насколько система поменялась с вашей точки зрения существенно? Или механизм остался, в принципе, тот же самый? Нет, в начале первого своего выступления, когда я говорил о том, что если раньше при анализе отрасли мы выбирали отдельных налогоплательщиков, у которых есть риски, мы с ними работали. То есть сейчас мы говорим о проекте как таковом, то есть мы подходим к отрасли в целом, для того, чтобы тот эффект, который мы пытаемся добиться, он был мультипликативным, так назовем его. Отрасль вы имеете в виду и заготовка, и переработка? Полностью все. И трейдинг, продажа на внутрироссийский, на внешний рынок. Да, могу сказать, и переработка в том числе, то есть как бы и реализация готовой продукции. То есть в целом нет отдельных, условно, анализа отдельного и проведения проверок отдельных по видам деятельности. То есть еще раз повторюсь, что отрасль в целом мы анализируем и работаем с отраслью в целом. Легче ли стало отследить всю цепочку от заготовки древесины до ее переработки, продажи конечного продукта с точки зрения формирования и возмещения НДС? Да, безусловно, на сегодняшний момент, еще раз повторюсь, что всю финансово-хозяйственную деятельность любого субъекта мы видим. Поэтому отследить нам на сегодняшний момент, каким образом движется товар от будь то зерно, либо будь то древесина до конечного продукта, мы это видим. Задача у нас стоит в том, чтобы как раз таки установить риски, которые есть при движении этого товара, чтобы цена не увеличивалась и НДС, так скажем, не накручивался у конечного производителя, который заявляет в том числе на вычеты суммы НДС. То есть это наша задача, которая стоит перед нами, и мы ее выполняем. Как заявляет налоговая инспекция, налоговые риски, связанные с включением посредников, тех самых трейдеров, о которых мы говорили, между реальными лицами бизнеса, в лесной отрасли присутствуют. Вот если по зерну мы сейчас говорили, в Кировской области, это не так насыщен был этот рынок, то в лесной отрасли, судя по всему, насыщен. Да, это безусловно так, почему мы и условно берем, если к зерну возвращаться, то есть такие схемы, которые есть в каждой отрасли, они типичны, то есть вообще на территории всей страны. И в том числе фирмы-однодневки, прокладки-технички, которые используются налогоплательщиками недобросовестными, они тоже присутствуют в работе и недобропорядочных налогоплательщиков. Здесь нужно отметить, что по объему лесозаготовки наша область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России. Мы очень хорошо помним цифру по молоку, а вот почему-то по лесу не так ярко она запечатлена, поэтому нужно нашим слушателям напомнить. И о том, что существуют серые схемы в лесу, говорят постоянно. И правительство Кировской области тоже всегда говорило о том, что мы боремся и мы будем бороться с этими самыми схемами. С бизнес-омбудсменом, когда у нас был, частично эти схемы спровоцированы самой технологией, когда лес не приобретает НДС на корню, а уже в процессе первичной продажи. Ну, по крайней мере, по словам, прошу прощения, ну, в общем, что это не совсем правильно, что нужно процедуру менять. Вместо этого была введена система отслеживания всех сделок ИГАИС, насколько она успешна или нет, я думаю, тоже мы сегодня проговорим, потому что она как раз показывает, по какой цепочке движется та или иная доска. Вот, наверное, этот вопрос самонаправляем Алексею Шургину. Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, в Российской Федерации с приходом нового кодекса, вы знаете, что примерно 10 лет у нас поменялся принцип лесного законодательства. У нас вместо разрешительного документа, лесорубочного билета появилась лесная декларация, когда лесопользователь заявляет о том, что он готов что-то заготовить. И как раз вопрос НДС может быть, конечно, для, скажем так, для экономики он важен, но для нас, для лесников, более важен тот момент, чтобы люди, которые говорят, что я собираюсь заготовить тысячу кубов, они готовили тысячу кубов. Если пособиратиться даже к федеральным каналам, кто когда Матвиенко вела беседу с Рослесхозом, и там прямо ставился вопрос, что 15-20% на рынке у нас серого леса, то есть он заготовлен не черными лесорубами, то есть черных лесорубов, я считаю, что Кировская область у нас победила примерно более пяти лет назад, то есть когда люди просто воровали лес, эти времена ушли, то есть у нас уже нету, скажем так, бригад, которые этими занимаются, то есть у нас нету каких-то представителей других государств, которые воруют китайский лес, этого нету, то есть это большая благодарность и общественности по реагированию, то есть когда где-то работает пила, вблизи дороги нам сообщают, я обращаюсь ко всем жителям Кировской области, то есть если у вас есть сомнения, дайте информацию Министерству лесного хозяйства, мы проверяем каждый сигнал, потому что всякое может быть, и всегда недобропорядочный гражданин он может появиться. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эти 20% незаконного оборота, они ведь возникают из-за чего? То есть лес и государство, предоставляя его в аренду, оно исходило из каких принципов, что попенная плата, она минимальна, там дровяная древесина стоит в попенных ставках 70 копеек, рубль. Что такое попенная ставка? Это ставка платы за единицу объема древесины, которую разрешается вырубить. Ну то есть там дрова стоят порядка рубля, в каких-то случаях до 10 рублей. Тут вопрос немножко другой был, что эти крупные участки леса сданы в аренду, а затем все в аренду уже передается совершенно по другой цене. Ну вопрос, нет, тут давайте мы тоже разделим вопрос на две части, что если субарендатор взял в аренду, и это все сделано в прозрачной схеме, и налоговая видит продажу, то есть сырье само по себе, оно стоит очень мало. Мы всегда приводим такой пример, что один рубль, который платится за древесину, за попенную плату, он дает 10 рублей налогов в экономику Российской Федерации. И мы, как Министерство лесного хозяйства, по большому счету заинтересованы в увеличении объемов заготовки. То есть с каждого кубометра мы получаем в бюджетную систему Российской Федерации налогов сборов порядка 1000 рублей. То есть вот каждый кубометр, который мы срубили, это 1000 рублей налогов, которые получил... Это в идеальном случае или это реально... Я думаю, что мы как раз находимся где-то вот у этого, ну как бы... Подходим к этому порогу. Да, мы где-то у этого порога. Конечно, если взять субъекты, где есть целлюлозно-бумажные комбинаты, если взять субъекты, где есть переработка низкотоварной древесины, то есть этот уровень там еще выше. Но это как раз тот приемлемый уровень, ну, скажем так, почему государству интересно, чтобы лес рубился. Потому что как раз это все обеспечит. А вопрос, на какой стадии происходит там наибольшая сумма капитализации, это уже как бы второй вопрос. И самое-то главное, что какую мы работу ведем вот вместе с налоговой, почему мы их очень, ну как бы, всеми своими средствами, силами поддерживаем, потому что все лесопользователи должны быть в одинаковом организационно-правовом поле. То есть все должны платить одинаковую нагрузку, у всех должны быть одинаковые технологические решения. То есть все должны брать, если они заявляют, тысячу кубов, все должны брать тысячу кубов, а не две тысячи кубов. Ну, то есть заплатил за две тысячи, за тысячу взял две. То есть вот этого не должно быть. То есть как раз вот вместе с налоговой у нас идет по большому счету совместная работа, чтобы бизнес был успешным, чтобы у всех имелись абсолютно одинаковые, ну, скажем так, нагрузки, налоговые, накладные, технологические нагрузки. А бизнес должен, по моему мнению, соревноваться не за получение дешевого сырья, а за эффективные продажи. И в первую очередь эффективные продажи за пределы Российской Федерации. Прервемся на полминуты и продолжим этот разворот на бизнес. Мы теперь говорим о налоговой профилактике в лесу. Продолжаем разговор этой программы «Разворот на бизнес», «Налоговая профилактика в лесу». Вот тема второй части нашего разворота. И в студии Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. И Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Денис Александрович, Вы в 2018 году проводили анализ бизнеса покупателей лесной продукции с НДС. И в результате Вашей проверки, по нашим сведениям, признаки налоговых рисков, это уже теперь понятный термин для наших слушателей, мы его разъяснили в первом часе, установлены у 245 налогоплательщиков лесной отрасли. Что за риски это были? Да, риски связаны. Ну, тут необходимо отметить два направления, по которым мы действовали. Прежде всего, по 245 налогоплательщикам это как раз связано с применением организаций фирмоднодневок, прокладок и техничек. Еще необходимо один аспект отметить здесь, что в лесу работают также физические лица, которые не оформляют трудовые отношения с работодателем. То есть это второй большой блок, по которому мы тоже собирали информацию. И поскольку работа эта непрерывная, то определенную часть работы мы выполнили в 2018 году. И в 2019 году мы тоже для себя ставим такую задачу и будем продолжать работать. Я бы хотел вот этой второй части по недоначислению, недосбору НДФЛ, налога на доходы физических лиц, подробнее, чтобы вы остановились. Почему? Потому что я когда эту информацию увидел, меня удивило. Я даже обозначил для себя этих людей как лесных призраков. То есть людей, которых по факту в налоговой системе нет, но они есть и они работают. То есть таких людей причем в два раза больше, чем легальных работников в лесу. Как это проводилось? Вообще это пилотный проект Кировской области или это ведется работа с опросными листами по всей России? Здесь надо прямо цифру назвать. Нам налоговая любезная ее предоставила. У 338 работодателей установлено незаключение трудовых договоров с более чем полутора тысячами наемных работников. Это очень большой объем. Да, здесь не нужно говорить о пилоте вообще в целом, понимании по России. Почему? Потому что мы проводим совместную работу с министерством. Достаточно активно мы ее проводили именно в сезон, потому что мы все понимаем, что работников можно обнаружить в лесу только, условно назовем, с ноября по активная фаза, по февраль. Потому что дальше погодные условия не позволяют нам находить этих работников. То есть они просто там не работают. Да, действительно, мы такую работу провели. Мы установили на сегодня количество работников, которые не зарегистрированы. Мы с ними работаем. Как механизм сам расскажите. Как вы их нашли? Это определенная группа выезжает в лес совместно. Там несколько представителей налоговой, Минлесхоза, правоохранительные органы. То есть мы на сегодняшний момент обладаем информацией, которую нам предоставляет Минлесхоз, где происходит заготовка древесины. Мы туда выезжаем. И прямо на месте накрываете. И прямо на месте. Не то, что накрываем, мы опрашиваем людей. То есть что за человек, с кем у него заключен договор гражданской правовой. А что это за люди, которые не заключают договоры? Откуда они, вот такие работники в лесу? Это местные жители, это приезжие. Это по-разному. Тут нельзя говорить о том, что только местные жители. Да, есть и местные жители, есть и бригады, которые приезжают. То есть тут невозможно так сказать, что это... Да, такое есть. И давай к выводам тогда, да? То есть вот тот объем проверки, а это был стопроцентный охват? Или это все-таки охват частично? Какие-то там муниципалитеты, какие-то муниципальные районы брались? Ну мы акцент делали на то. Ну все равно привязка идет к тому, где идет заготовка. То есть если мы говорим про южные районы Кировской области, то естественно там, я не скажу, что там мы их выпустили из своего поля зрения, но тем не менее мы все равно от большого к меньшему движемся. То есть где заготовок больше, мы мероприятия там более активно проводили. Поэтому и результат такой получился благодаря совместной работе. Вот результат можете озвучить? Я могу прочитать, что из более трех тысяч физических лиц было обнаружено в лесу в результате проверок. Три тысячи двести шестьдесят один человек. А договоров гражданско-правового характера у них из трех тысяч двухсот с тысячей пятистами семнадцатью наемными работниками всего лишь было заключено. То есть это половина. Посчитали, какие потери по НДФЛ получились? На сегодняшний момент скажу не так. То есть мы знаем примерно, сколько средняя заработная плата составляет. То есть что цифру там условно сосчитают все. То есть если полторы тысячи, возьмем 20 тысяч в среднем. Зарплату, которая сложилась у нас в среднем, просто перемножить. Вот получится сумма, там условно не потерь, потому что нужно еще взять 13 процентов. Страховые взносы нужно на это начислить и так далее. То есть могу сказать о чем. С полутора тысячами людей, которые были выявлены, мы работаем и на сегодняшний день посредством комиссий. Вызываем туда работодателей для того, чтобы они заключали эти договора. То есть как только они это сделают, люди будут в правовом поле. Вот хороший вопрос. Насколько успешно вы проводите эти беседы и заключают ли эти договора в итоге? За первый квартал просто могу сказать о том, что порядка 10 миллионов рублей у нас по этой работе получилось. Не могу дать оценку много это или мало. Вот есть то, что есть. То есть каждый тут оценит самостоятельно. И более того скажу, то есть все работодатели, которые были выявлены, то есть это не так, что мы там отработали 10 человек и закончили на этом. Нет, эта работа будет продолжаться и она достаточно длительное время, потому что работодателей очень много. То есть тут необходимо исходить из того, что по временному периоду нам потребуется не один месяц. Да, у министерства есть рычаги воздействия. Я знаю, что комиссии в муниципалитетах есть по уровню доходов и легализации доходов. Какие еще есть мероприятия? Вы знаете, так скажем, чтобы что-то начинать делать, мы вместе с налоговыми сотрудниками налоговой инспекции, когда планировали эту работу, то есть наша цель была, мы оценивали недополучение бюджета примерно от 70 до 90 миллионов по НДФЛ. Это только НДФЛ. То есть почему работа с одной стороны началась. А с другой стороны, как у каждого плута свой расчет, то есть Министерство лесного хозяйства, мы видим в этом совершенно иные задачи, то есть, ну, во-первых, люди, работающие в лесу, это очень травмоопасная работа, и постоянно у нас происходят несчастные случаи. То есть каждый несчастный случай с недоустроенным человеком – это оставшаяся сирота без обеспечения. То есть это один мотив. Второй мотив основной, благодаря тому, почему нам эта работа интересна, и Министерство будет этим всегда заниматься, это беседа с людьми, чтобы они не совершали незаконных рубок. То есть когда с человеком приехали, поговорили, он расписался, его предупредили, еще раз ему задали вопросы, все ли у вас на делянке хорошо и так далее, то, наверное, у этого человека не будет желания где-то что-то подрубить и, ну, мягко говоря, нашкодить. Вот это наша основная задача все-таки – это профилактика незаконных рубок через эти опросные листы. То есть для нас совместная работа с налоговой не является самоцелью налоговой платежи и трудоустройства. Для нас основная цель, чтобы люди все-таки были проинформированы, что, а, государство о них помнит, знает и следит. Другой момент. Очень много у нас идет разговоров, ну, такой, как расхожая клише. Кировский лес вырубили китайцы. Китайцев не нашли. То есть я могу сказать… Кого-кого китайцев в лесу не нашли. То есть поэтому все вот эти слухи, я могу теперь четко сказать, что Сунь-Джуньянев как работников не было выявлено и так далее. То есть поэтому я за, как бы, работой любых людей, но на законных условиях. Поэтому это еще один момент. Следующий момент, опять же, это что люди, которые работают в лесах, они должны иметь, ну, скажем так, определенные допуски. Это тоже проверялось, что если он вальщик, он имеет допуск вальщика, если он тракторист, он имеет водительские права и так далее. А это все, опять же, сказывается на травмоопасности и качестве выполнения работ. Поэтому чем более квалифицированные люди работают в наших лесах, чем они имеют более четкие взаимоотношения с работодателем, тем от этого выигрывает все наше общество. Ну и последнее, что мы теперь очень четко понимаем, что если на какой-то делянке произошла незаконная рубка, у нас есть конкретные ее исполнители, которые там присутствовали. Вот это наш конечный интерес. Нет, ну это вообще очень интересно. Я почему заострил на этом факте свое внимание, что сбор данных, и до сих пор вот этих данных, насколько я понимаю, не было, тоже действительно работает в лесу. Это вещь превосходная для дальнейшей обработки, для работы с работодателями, для понимания того, сколько у нас занято в этой сфере и каков потенциальный объем зарплат и налоговых поступлений. Но вопрос у меня в следующем. Вот этот опрос через опросные листы, насколько я его слышал, он будет продолжен и в будущем. Мы понимаем, что сезон начнется снова осенью-зимой. У нас есть бригады, которые повторно опрашиваются. Многие заготовители, они пошли просто в понимании, они сейчас информируют лесничество, что вот эта бригада сейчас будет работать в таком-то участке, в таком-то участке. Ведь у нас много профессиональных лесозаготовителей, то есть людей, профессиональных трактористов, профессиональных вальщиков, операторов, арестеров, фарвардеров. То есть это, я как министр, допустим, всегда говорю всем лесозаготовителям, но почему вы, допустим, не представляете своих людей к наградам? То есть почему вальщику не дать грамоту министра лесного хозяйства за то, что он хорошо валил и на его делянках никогда не было незаконных рубок? Это же тоже есть признание его труда. И мы должны, ну скажем так, очень уважительно относиться к людям труда, и они должны понимать, что их одни государства помнят. А когда у одного работодателя все оформлено несет нагрузку одну, а рядом работает гоббригада, которая непонятно чем занимается, ведь это тоже как раз дискредитирует порядочных лесозаготовителей. То есть вопрос, что все должны быть абсолютно в одинаковых условиях. Должна быть добросовестная конкуренция. В общем, налоговая, это как раз, скажу такое слово, топит за то, чтобы все были в рынке и все были в равных условиях с точки зрения налогового жения в том числе. Вот смотрите, какая история. Почему не заключают договоры, и какой мотив у работодателя, когда он говорит бригаде, что давайте мы сейчас не будем с вами заключать договор, получите больше денег, мы не будем давать выплаты и так далее. Вот здесь, по сути, когда вы работаете над обелением, это должно как-то повлиять на зарплаты. Зарплаты упадут или ваша работа направлена на то, чтобы зарплаты устоялись, а может быть даже выросли, но вымылись с рынка недобросовестные работодатели и низкоквалифицированные рабочие, которые идут на то, чтобы не заключать таковое. Ну, я можно тут скажу так, вот, как, скажем так, снизу этот вопрос. Знаете, у нас был когда-то период, когда прямо говорили, пусть люди идут лучше с топором в лес, чем в подъезд. Ну, то есть, когда были незаконные рубки, когда людям надо было как-то прокормиться. То есть, я считаю, мы прошли этот этап. То есть, это был период самозанятости? Да, 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 вот такой дикой самозанятости, да. Вот был период, когда люди, ну, уже там, скажем так, в рамках правового поля что-то пытались сделать не до конца, там, по серым схемам. То есть, сейчас, в принципе, я считаю, что мы приходим к нормальному цивилизованному рынку в данном секторе, когда люди могут честно работать, честно зарабатывать, иметь какие-то долгосрочные прогнозы и так далее, и так далее. То есть, поэтому все это относится, знаете, к, ну, может быть, как к уровню культуры, как работодателей, так и их работников. То есть, поэтому наша задача, конечно, одна, это вот, ну, повышение статуса человека труда, что он уважаемый человек в первую очередь, что к нему на лесосеке должны обращаться на «вы». При проверке опросного листа ему должны пожелать успеха в труде, узнать, какие у него причины, ну, проблемы и так далее. То есть, это нормально. И мы все должны понимать, мы все делаем одно дело. То есть, как лесобригада, которая валит, налоговая инспекция, мы как министерство. Ну, я хочу сказать, что самая тяжелая работа, это, конечно, у предпринимателя. То есть, он взял на себя все риски. То есть, никто его не заставлял заниматься бизнесом, но он осознанно взял на себя все риски, и он ведет бизнес на свой страх и риск. И он этих людей ведет за собой на свой страх и риск. То есть, это самый уважаемый человек у нас в лесу. Есть задача повысить зарплату людям в лесу или нет? Вы знаете, мы ведь живем в рынке. То есть, вопрос, если у переработчиков будут эффективные зарубежные контракты по продаже продукции, это привлечет сюда дополнительные инвестиции. Эти инвестиции будут направлены на транспортным компаниям, тем, кто готовит лес, тем, кто ухаживает за лесом. То есть, вопрос, в конечном счете, были бы деньги. То есть, вот самая главная задача предпринимателей – привлечь деньги. То есть, когда идет поток денег, тогда работает вся экономика. Прервемся на полторы минуты. У нас реклама. И продолжим разговор с нашими гостями. Профилактические налоговые проверки в лесу. Это тема второго часа нашего разворота на бизнес. Олег Прохоренко и Светлана Занько. В гостях у нас Денис Смехов, руководитель управления Федеральной наукой службы России по Кировской области. И Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Мы сейчас в перерыве очень интересные вещи услышали. Я попрошу настоятельно, Алексей Иванович, тоже проговорить, каковы тенденции. И вопрос Светланы звучал так. Может ли вырасти зарплата с этими процессами, зарплата тех, кто работает? С одной стороны. И с другой стороны, приведет ли это к сокращению количества работающих? Ну, я вот еще раз скажу, что все регулирует глобальные рыночные отношения. Что если Кировская лесная продукция востребована на рынках, то, конечно, появляются деньги в Кировской области, появляется интерес к работам. И я считаю, что для работодателей, может быть, это будет чуть больше затрат, связанных с содержанием своих работников. Но работники, они не пострадают. Потому что в противном случае человек проголосует ногами. То есть он просто не выйдет на работу. Это если ему снизят зарплату. Конечно. То есть он просто не выйдет на работу, и тот же самый предприниматель недополучит ту прибыль, которую он должен был получить. Ваша оценка этой прибыли предпринимателей, она достаточная для того, чтобы обеспечивать работников белой зарплатой? Я считаю, что да. Я еще раз повторю, что задача предпринимателя – не получение дешевого сырья, экономия на рабочих, а поиск эффективных схем сбыта. А Ваше, как министерство, на ближайшую перспективу какую задачу ставите, чтобы бизнес развивался в лесной сфере? Ну, я считаю, что самая главная наша проблема, задача, вызов, как угодно можно назвать, у нас есть от 4 до 6 миллионов кубометров низкосортной древесины, которые не позволяют нашему лесному сектору дальше развиваться. То есть для области самый основной вопрос – это строительство целевозно-бумажных комбинатов или плитных производств по переработке низкосортной древесины. То есть как только они появятся, это будет следующая ступенька, на которую наша отрасль поднимется и там. Географическая прогрессия увеличится и налоговые платежи, и все. То есть у нас основная проблема в том, что нету больших производств по переработке низкосортной древесины. Здесь на месте. Ну, какое-то время было даже, гоняли вагонами и фурами в Финляндию, сейчас, видимо, это стало сложнее. Если есть сырье, и наше географическое положение позволяет им ее продавать. Понимаете, Юг везет на Морийский ЦБК, Юг везет на Костомона, Запад везет на Кроношпан, Север везет в Коми и так далее. Но так получилось, что не нашелся предприниматель, который бы захотел сюда поставить производство. Но над этим вот мы работаем, ведутся переговоры. Конечно, вопрос, кстати, ЦБК или плитного производства, это не простой вопрос, но... Это еще и экологически сложный вопрос. Ну, технологии ушли вперед, и сейчас все-таки с точки зрения, вот мы с потенциальными инвесторами, когда разговариваем, там одно из первых условий – это замкнутые циклы производства по воде и так далее. А эти потенциальные инвесторы внутри или извне все-таки? Потому что если внутри не нашлись до сих пор, очевидно, что, наверное, мы ищем снаружи, да, где-то из других регионов. Выпрос у этих инвестиций идет десятками миллиардов. Все понятно. Очень крупные компании, крупные вложения. Дениса Александровича, вот смотрите, у нас среда конкурентная, единая, да, во всей стране. И понятно, что если вот такие процессы по обелению бизнеса весного начались сейчас в Кировской области, то если только у нас, а у соседей в Костроме, Вологде, Коме, Перми, Удмуртии, они синхронно не стартовали, то мы можем перегнуть палку, получается, да, то есть они должны все равно синхронизироваться. И есть ли подобные процессы? Или мы отстаем, наоборот, от соседей и начали эту работу как раз позже, чем другие? Мы сейчас говорим про лесную сферу, да? Про лесную сферу и с точки зрения НДФЛ, и с точки зрения, ну, не мертвых душ, этих лесных призраков, которые работают без договора о ГПХ. Ну вот, в начале, когда мы начинали разговаривать, мы упустили такую большую тему, как раз связанную не с НДФЛом, словно говоря, а конкретно с теми схемами, которые есть, существуют в лесной отрасли для того, чтобы там не только НДФЛ поступал в бюджет, но в том числе и НДС и прибыль, ну, либо упрощенная система налогообложения, в зависимости от того, на какой системе находится. Если мы сейчас будем сравнивать и говорить, как у нас дела обстоят в соседних регионах, могу точно сказать, привести два примера, это Коми и Архангельск, поскольку они лесные регионы, они схожи условно по лесосеке, потому что мы точно понимаем, что, допустим, Архангельск, он заготовил примерно 12 миллионов кубометров за 2018 год, мы там заготовили 9,6 миллиона, Коми заготовила, ну, по оценке, примерно 6,6. Если мы там на пятом месте, то мы находимся как раз между ними где-то примерно. И те же самые процессы, которые идут здесь, они происходят в точно таком же объеме, как и у наших соседей. Хотя это не федеральный проект. Нет, это не федеральный. Он идет локально, но сразу в нескольких регионах. Ну, потому что здесь обусловлено тем, что местоположением и той отраслью, которая в экономику что-то дает. То есть, если у нас есть лес, то мы как бы работаем, еще раз повторюсь, что все схемы работы, которые есть в понимании не только ухода от налогообложения вообще, то есть они идентичны по всей, условно говоря, России, по той отрасли, где она там есть. Поэтому сказать о том, что мы там отстающие, какие-то либо вперед бежащие, нет. Я не могу этого сказать. Я могу сказать, что процессы, которые проходят у них и которые проходят у нас, они примерно одинаковые. Только за исключением маленьких нюансов уже было сказано о том, что если в соседних регионах берем Коми и Архангельск, у них глубокая переработка более сильно развита. Соответственно, и поступления от глубокой переработки не намного выше, нежели чем у нас. Хотя я здесь тоже могу сказать, что мы на месте не стоим, и у нас на сегодняшний момент тоже лесоперерабатывающие заводы есть. У нас есть преимущественно фанерные комбинаты. И клееный брус тоже, как бы то ни было. То есть тут об этом нужно говорить. Да, действительно, ЦБК приносит, нагрузка у него просто очень большая, не в сравнении с любым фанерным комбинатом, но тем не менее у нас подвижки тоже есть. То, что говорит Алексей Иванович, конечно, клееный брус – это очень хорошо. И классно, что, например, Хольцхаус загружен практически на 90%, в отличие от большинства производств Российской Федерации. Но лес-то они покупают не наш, потому что наш лес низкосортный, требует других производств. Ну, я бы поспорил, если честно. Совершенно это не следует из этого. Почему? Потому что, да, действительно, лес Хольцхаусом частично приобретается, частично он использует и наш лес. Говорить о том, что он у нас там низкосортный, либо какой-то несоответствует чему-то – нет, я не могу. Потому что я был конкретно на производстве, на Хольцхаусе, и как раз-таки, если мы будем говорить по северной территории, по реке Лузи проходит там участок лесной, то он вполне очень даже и ничего себе, то есть качество очень высокое. И здесь говорить о том, что у нас какое-то некачественное сырье, ну, вот я не могу на сегодняшний… Да, отлично, что вы поспорили. Я имею в виду, что Алексей Иванович сказал, что если бы у нас были производства мощные по переработке низкосортной древесины, мы получали бы гораздо больше доходов. Нет, ну, и расчётные были соседки у нас осваивались, и на уровне 10 миллионов, и на уровне 8-15. То есть есть лес, который не берут как раз лесозаготовители, из-за того, что невозможно его сбыть? Из-за того, что нерентабельно заготавливать, ну, и там, и дальше невозможно сбыть. Ну, то есть невозможность сбыта, она влечёт за собой нерентабельность заготовки. Три минуты у нас остаются. Да. Вот лесозаготовители, которые сегодня работают на территории Кировской области, они как-то охвачены тоже, ну, то есть могут, по крайней мере, узнать о рисках, прежде чем получат, там, счастливую бумажку в суд о неуплате налогов? То есть есть ли работа ещё точно так же, как мы говорили по аграриям? Ну, вообще у нас нет различий, по какой отрасли работать. И схема работы, которая у нас построена на сегодняшний момент, мы сначала выявляем риски, которые есть. В дальнейшем мы ведём индивидуальную работу с каждым. С каждым плательщиком риск выявили, мы его приглашаем к себе и обозначаем эти риски. То есть причём риски мы обозначаем какие. То есть мы видим, что, допустим, в деятельности финансово-хозяйственной что-то не так, допустим, там, однодневка, прокладка, там, ещё что-то случайно там попало. То есть первый риск обозначаем. То есть налогоплательщика говорим и разговариваем с ним о чём? О том, чтобы он исключил из своей деятельности эту недобропорядочную организацию. Дальше говорим, какие риски принесут, если мы там не договорились. Такое тоже возможно, то есть у каждого есть право на своё мнение. И да, некоторые предприниматели там настойчиво свою позицию там отставят, потому что правовые механизмы есть, в том числе и в налоговом кодексе, в том числе и арбитраж нам это позволяет делать. То есть можно обратиться в суд и пройти там все инстанции, допустим. Ну и, конечно же, мы обозначиваем те риски, которые возникают уже после проведения проверки. Это единовременно, допустим, если мы говорим, что там суд либо налогоплательщик соглашается, то есть единовременная выплата может быть очень большой. Про это все предприниматели говорят, но никто не говорит о том, какая работа была проделана до. То есть дальше идут штрафы, пений, в исключительных случаях банкротства, возбуждение уголовных дел. То есть мы все эти риски с налогоплательщиком проговариваем. Поэтому в любом случае хотел бы еще, так скажем, подытожив, сказать, что хочу обратиться к деловому сообществу и сказать о том, что телевизионный бизнес чистый от мошеннических схем нужен всем. То есть и самому бизнесу, и госорганам, поскольку поступление в бюджет... Жителям региона он нужен в первую очередь, конечно. Да, поскольку действительно, что необходима добросовестная конкуренция, ну и для самого предпринимателя тоже важно, поскольку он может избежать тех рисков отказа в вычетах по НДСу и, конечно же, сформировать затраты по налогу на прибыль, либо по упрощенной системе налогообложения, если он применяет ставку в 15%. Денис Александрович, да, последний вопрос, очень кратко. Кому ждать следующую, в какой сфере бизнеса ждать следующих проверок? Я могу ответить на вопрос следующим образом. То есть по лесной отрасли мы работу ведем, то есть мы ее вели и в 2018 году, и будем вести в 2019 году. То есть эта сфера для нас интересна, и если позволите, результат за 2018 год, который мы получили от той совместной деятельности, которую мы провели с Минлисхозом и с правоохранительными органами, буду говорить общими цифрами, то есть не буду делить их на налоги, скажу только, что 500 миллионов рублей поступило в областной бюджет за 2018 год от совместной работы. Спасибо. Не раскрыл секрет. Ну, да, хотя можно было предупредить на самом деле. Денис Смехов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Кировской области. Коллеги, большая вам благодарность. Напоминаем, что в свежем номере газеты «Бизнес новости» выйдет краткая и существенная выжимка. Из нашей программы там еще будет инфографика, цифры дополнительные. Олег Прохоренко и Светлана Занько. Прозвращаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин